Питер оценил выступление испанок оценкой 9,52 балла. Уверенно поднимается на бортик группа Украины. Тоже много молодых участниц, много новых имен. Команда Украины была на чемпионате Европы прошлого года бронзовым призером в групповых соревнованиях. Тоже идет весьма успешная смена поколений. И на сегодняшний день, во всяком случае, в Европе команда Украины, безусловно, команда под номером 3. Впереди только Россия и Испания. А я знаю, что грязь маю, так лово я не е, Что давала цілу в апеллицку румяней. Ой, штири-тида, штири-тида-на! Ой, штири-тида, штири-тида-на! Ой, штири-тида, штири-тида-на! Ой, штири-тида, штири-тида-на! Ой, штири-тида, штири-тида, штири-тида-на! Ой, штири-тида, штири-тида-на! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Интересно. В группах команды выполняют в технической программе определенный набор одних и тех же элементов. И, по идее, все их программы должны быть похожи друг на друга. Но вот когда выступают команды высокого класса, как мы видели, испанки, украинки, то совершенно разные подходы, разные отношения. И получается абсолютно разные программы с разным настроением, с чему способствует, конечно, и выбор музыки, и, в общем, темп меняется. Это тоже, в общем-то, очень важный момент выступления групп. То есть чем сильнее команда, тем они, как бы сказать, более, тем они разные. И показывают совершенно разный стиль и разные отношения к этим техническим программам. Хотя, по идее, они должны быть, в общем-то, достаточно одинаковые, я бы так сказал. Ну, украинки выбрали, конечно, свою украинскую музыку. И, в общем-то, очень здорово отработали свою техническую программу, показав высокое техническое мастерство. Ну, здесь также оценки оцениваются не только техника, но и артистизм. Это и внешнее впечатление входит в это понятие артистизма, и чувственность исполнения, и хореография, конечно же, и соответствие настроения спортсменок музыкальному настроению. Потому что музыка задает тоже и не только темп, но и действительно некое настроение. Ему тоже надо соответствовать. Итак, напомню, у итальянок было 90 баллов. Ну, у испанок 95 и 2 десятые. Ну, вот для команды Украины характерна оценка где-то в районе 92-93 баллов, когда речь идет о технической программе. В всяком случае, они вот так стабильно эту высокую оценку получают. Это как бы их уровень всегда был 92-93 балла. Вот как на этот раз будет. Что-то долго оценку не выставляют арбитры. Непонятно, почему затягивается эта пауза. Ну, а нам сейчас предстоит увидеть группу из России, российскую команду, где наша самая именитая Анастасия Давыдова, четырехкратная наша олимпийская чемпионка. Она вернулась после перерыва. Ждали, что и Ася Давыдова вернулась. Ждали и Настю Ермакову. Но, судя по всему, Настя Ермакова уже завершила свою спортивную карьеру. Сейчас мы увидим также еще и двукратных олимпийских чемпионок Марию Громову и Эльвиру Хосянову. Ну, а наш дуэт Наталья Ищенко и Светлана Ромашина. Скорее всего, мы в технической программе не увидим. Но это понятно, потому что у них была сегодня серьезная нагрузка. Они выступали в дуэтах, в технической программе и в произвольной. Не, ну тут что-то какая-то непонятная пауза. Так, Мария Громова и Эльвира Хосянова. Двукратные олимпийские чемпионки выйдут сейчас в составе группы. Также чемпионки Европы 2010 года Дарья Коробова, Александр Пашкевич, Алла Шишкина, Анжелика Тиманина. Ну, вот это команда, группа которой предстоит выступать и на чемпионате мира в Шанхае. Это главное соревнование нынешнего года и, конечно же, в Лондоне на Олимпийских играх 2012 года. 92,8. Но я говорил, что их оценка должна быть от 92 до 93 баллов. И надо было судьям так долго мучиться, чтобы в конце концов подтвердить очевидное. Да, 92,8. Они пока вторые по-прежнему опережают.